как обычно друзья по воскресеньям у нас на канале кулинарный час и мы сегодня с вами приготовим вот такие замечательные хрустящие пирожные по сути эти пирожные похоже как на насыпной пирог но только здесь присутствует еще овсяные хлопья и так для этого нам необходимы такие продукты мука овсяные хлопья сахар соль масло сливочное положено 200 грамм не опачкана 180 я еще добавлю с масленки 20 грамм разрыхлитель и джем джем у меня собственного приготовления яблочное яблочное повидло и клубничный и манка для посыпки противня теперь приступаем для начала нам надо масса сливочная натереть на терке пока это все готовим заранее включаем духовку на 180 градусов все наши продукты смешиваем в одной посуде разрыхлитель овсяные хлопья кроме джема конечно овсяные хлопья добавили все ингредиенты кроме манки конечно смешиваем в одной посуде размешиваем тщательно еще забыла сказать что масло у нас должно быть замороженное ну то есть для того чтобы удобно было натирать его на терке после того как мы все смешали все ингредиенты нам теперь надо натереть масло на терке на крупной масло сливочное натерли теперь нам надо перемешать его с нашей сухой сме перемешивать конечно же удобнее руками надо нам такую создать чтобы все было как бы в крошку вот такая у нас масса получилось не надо слишком чтобы мелкая была что там крупиночки были такие сейчас перекладываем половину перекладываем смазанным противне у меня вот такая емкость если емкость маленькая повыше будут если большая просто пониже эти перу смазала я емкость нашу для выпекания сливочным маслом сейчас я присыплю манкой и можно складывать нашу смесь половину делим пополам и половину на дно немного придавила чтобы нам было удобно размазывать наше повидло мне повидло показалось мало я решила добавить еще но это уже на любителя кому как нравится ну и тут же конечно же зависит как я говорила от формы если хотите тонкий слой теста форм побольше значит там повидло немножко побольше уйдет если толстый слой емкость соответственно поменьше но мне вот хочется начинки побольше я добавлю еще вот как-то так у меня получилось повидло немножко правда плохо я прижала и поэтому немножечко здесь овсянку видно но ничего страшного теперь и засыпаем верхним слоем остальное нашу верхний слой мы уже не прижимаем чтобы он у нас был такой пышненький все теперь можно отправлять в духовку выпекать будем наш пирог 30-35 минут наш пирог готов сейчас дадим ему остыть и разрежем на пироженки вот нарезал я на квадратики получились такие пироженки очень благодаря овсяным хлопьям у них получается хрустящая корочка всем приятного аппетита мы будем сейчас пить чай если понравилось видео ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить колокольчик чтобы не пропускать следующие видео мира и добра всем друзьям до новых встреч